Современный мир приносит много стресса. Внешние события, дедлайны на работе и многие другие факторы приводят к эмоциональному выгоранию. Откуда взялся этот феномен 21 века и как с ним бороться? Узнаем из следующего материала. Сегодня человека не удивишь ментальным истощением. Офисные работники или люди творческих профессий часто сталкиваются с этим синдромом. По статистике, эмоциональное выгорание случалось хотя бы раз у 25% людей на планете. Сабина Аманжол долгое время работала в кондитерской и делала совсем не то, что ей нравилось. Я перестала уже общаться с кем-либо. Я просто домой приходила, уставшая, страшно, так как болели ноги и не было настроения. Каждый день задумывалась, зачем я это делаю, нужно ли мне это вообще. Я уже думала, что вот сейчас все и мне потом, я уже не захочу делать, заниматься этим, уже не захочу печь торты, хотя это была моей главной целью и мечтой хобби. А потом я просто решила поменять работу и печь уже на дому, как я раньше это делала. То, что приносило мне раньше удовольствие. Однако поколения постарше уверены, эмоциональное выгорание, выдумки молодежи от безделья, излишка свободного времени, переизбытка информации в социальных сетях. 30-20 лет назад этого синдрома не было, а все потому, что люди были заняты полезными делами. Я думаю, что люди сами себя загоняют, молодежь в основном, в эту зону комфорта, потому что смотрят одни и те же корейские сериалы, в инстаграме наблюдают за блогерами. Все-таки все, наверное, от Ленин, просто надо составить себе что-то делать, заставить читать. Несмотря на скептицизм, психологи знают, откуда так внезапно появился этот феномен. Жизнь в ускоренном ритме, непрерывный поток информации негативно влияют на нашу работоспособность. Но симптомы легко определить. Достаточно просто прислушаться к своему самочувствию. Эмоциональное выгорание чаще всего связано с усталостью, которая сопровождает вот эти вот каждодневные рутинные дела. Когда у человека начинается вот эмоциональное выгорание, у него или снижается, или сильно повышается давление, у него пропадает аппетит. Поэтому старайтесь самостоятельно бороться с этим при помощи интересных книг, занимательных фильмов, встречи с друзьями. Лучше всего помогает при эмоциональном выгорании. Это не онлайн какие-то связи, встречи, разговоры, переписки. Это действительно живые эмоции, живые встречи с людьми. Мы не сможем испытывать все те потрясающие возможности, которые предлагает жизнь, если постоянно заняты делами и находимся в состоянии стресса. Но ведь вы заслуживаете большего, не так ли? Научитесь вовремя замечать признаки эмоционального выгорания и предпринимать меры. Тогда каждый день будет наполнен счастьем и радостью.